Женщина, которая экономит на себе, кто она? И правильно ли она поступает? Какие последствия экономия на себе ощутит женщина, если не прократит прямо сейчас? И как это сделать, если денег нет? Сегодня мы разберем психологию женщин, для которых экономия на себе – это часть жизни, и поговорим о том, как от этого избавиться. Замечали ли вы в своих действиях следующее? Вы с радостью покупаете обновки или любимую продукту мужу, детям, родителям и даже собаке, а про себя думаете «Ладно, в другой раз, у меня пока достаточно одежды». Испытываете ли вы чувство вины, если пришлось потратить кругленькую сумму из семейного бюджета на ваши личные нужды? Например, купить вам новые сапоги или приобрести дорогой шампунь. Считаете, что носить одно платье 5 лет – это норма, а маникюр вы и сами себе в состоянии сделать? Если вы узнали себя, или свою маму, или подругу, то смотрите внимательно дальше. Женщины, которые экономят на себе, часто забывают о своих желаниях, ставят на первое место кого угодно и что угодно, но только не себя. И что самое удивительное, эти женщины вполне могут позволить себе и маникюр, и море, но не позволяют себе этого. Давайте же подумаем, как от этого избавиться. Когда-то я тоже многого не понимала. В детстве мы никогда не покупали одежду в магазинах, мама всегда шила сама. А про магазины говорила «там все слишком дорого, пойдем отсюда». При этом я всегда удивлялась, как мои одноклассники в том же социальном статусе, из таких же семей, любили шопиться и регулярно покупали обновки. Привычка ничего не покупать себе сильно укоренилась на подкорку. Помню, что даже если я была голодна во время учебы в университете, то экономила и не покупала себе булочки, хотя вполне имела на это деньги. И только во взрослом возрасте, когда я узнала важный принцип денежного мышления, о котором как раз расскажу вам сегодня в этом видео, я начала избавляться от привычки экономить на себе. Я начала использовать закон притяжения денег и сейчас трачу на себя очень и очень много. Причем денег у меня после этого становится все больше и больше. Сейчас мой доход исчисляется миллионами рублей. Я владею шикарной квартирой в Москве и студией в Дубае на искусственном острове Пальма. Я покупаю себе дорогие брендовые вещи и, путешествуя, останавливаюсь в самых дорогих отелях. Сейчас я использую свою личную систему практик для притяжения денег. А вы хотите получить мою авторскую пошаговую систему достижения финансового благосостояния в своей жизни? И узнать, какие техники делала я, чтобы разбогатеть, чтобы заработать свой первый миллион? Как прорабатывала свое денежное мышление, хотя до этого имела мышление бедняка? Тогда приходите на мой открытый онлайн-мастер-класс по протяжению больших сумм денег. Чтобы записаться, переходите вот по этой ссылочке в правом верхнем углу экрана, либо в описании этого видео. Если вы устали от безденежья и бьетесь в бессилие, не понимая, что же делать, то призовите закон притяжения себе на помощь, ведь это очень круто работает. Итак, если вы осознали, что вы или ваши близкие женщины экономят на себе, давайте рассмотрим, почему это срочно надо прекращать делать. Когда женщина экономит, она считает, что таким образом она сбережет бюджет. Она боится показаться слишком меркантильной, эгоисткой по отношению к своей семье, плохой матерью, не думающей о своих детях. Но все это лишь деструктивное убеждение в сознании, которое приносит непоправимый вред и сильно портит жизнь женщины. Вот что происходит на самом деле. Если вы во всем себя ограничиваете, то по закону зеркала вас будут ограничивать и окружающие. Приведу здесь знаменитую цитату Ремарко. Если женщина экономит на себе, это вызывает желание у мужчин сэкономить на ней. Вам дарят подарки, и вы смущенно отнекиваетесь и говорите, зачем было тратиться, не стоило. Мужчина предлагает материальную помощь, а вы отказываетесь. Со временем подобное поведение вызывает пренебрежительное отношение к вам и отсутствие желания стараться для вас и заботиться о вас. И это касается не только мужчин, но и детей, друзей, коллег. Если женщине и так сойдет, зачем для нее стараться и делать больше? Запомните, если вам не важны ваши желания, они никому не будут важны. Второй момент. Вы становитесь очень неуверенной в себе и впадаете в депрессию. Все логично. Вы постоянно себе в чем-то отказываете. Не купили платья, не сделали прическу, ходите в старых кроссовках, которые неплохо бы обновить, но вам ведь и так сойдет. Ссылаетесь на занятость и отсиживайтесь дома, когда вас зовут в гости или в театр, только потому, что вам нечего надеять или жаль тратить деньги на билеты. Вы не съездили на море, а вместо этого провели долгожданный отпуск на дачных грядках, потому что решили вместо моря вложить деньги в ремонт гаража. Неудовлетворение собственной жизнью постепенно растет, а вместе с ним неуверенность в себе и зависть по отношению к другим, которым проще. Вдобавок ко всему плохое настроение, досада и раздражение на людей, которые позволяют себе то, в чем вы себе отказали. Третье. Знайте, что чем больше вы экономите на себе, тем беднее вы становитесь. Продокс, но это действительно так. По закону притяжения ваши мысли определяют реальность. В режиме экономии, да еще и на себе, все ваши мысли сводятся к недостатку денег, к лишениям, к отсутствию возможностей. Именно это вы и привлекаете в вашу реальную жизнь. Казалось бы, хотите сэкономить, чтобы увеличить свои накопления, но так не работает. Нехватка всегда порождает нехватку. А приумножить деньги можно только если иметь состояние изобилия. Получается, что экономия ни к чему хорошему не приводит. Я, конечно, против неразумных трат, но также я против осознанной экономии на себе, особенно когда в этом нет выраженной необходимости. Что же делать? Как же это изменить? Просто пойти, начать покупать себе понравившиеся вещи, просто пойти в салон красоты, развлекаться с подружками или отправляться в путешествие? Первое. Подождите. Это не поможет. Сначала необходимо проработать свое мышление. Первое. Начните принимать решения о покупках из любви к себе. Осознайте, что вы достойны того, чтобы на себя тратить. Вы имеете на это полное право. Второе. Осознайте, что мир изобилен и может дать вам все, что вы пожелаете. Но чтобы желать и получать, это надо разрешить себе достаток. Изучайте закон притяжения. Присоединяйтесь к моим курсам и мастер-классам. Я всему этому вас обучу. Вместо того, чтобы стараться сохранить деньги и продолжать экономить, сфокусируйтесь на том, чтобы привлечь к себе деньги. Это пункт третий. Куда внимательна, туда и энергия. Невозможно стать богатым экономя, но можно стать богатым, если научиться делать больше денег. Итак, расскажите, как вы экономите на себе. Перешлите это видео тому, кто на себе экономит. И давайте вместе изучать закон притяжения, чтобы позволять себе все самое лучшее. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова